У меня вопрос к теме по вину. Меня спросили. Много ли в Англии сильно пьющих? Часто ли спиваются от алкоголизма до потери работы, семьи и репутации? Люди здесь пьют пиво в основном, водку не пьют, так как в России, наверное, что крепкими напитками напиваться. Они напиваются пивом. Пиво пьют много. И в основном пьют после работы, после рабочей недели, в пабах. Вот. И есть люди, которые пьют много. И часто. Вот, кстати, у нас друг наш, Дерек, он смеется всегда и говорит, я алкоголик. Хотя он много пьет пива, очень много и часто. Но, тем не менее, он не бывает такого, чтобы там он на работу пришел, он там болел с похмелья. И вообще не пришел на работу, потому что он там пил. И что-то такое. И семья у него разрушилась. Нет. Такого нет. Может быть, вот это вот, ну, как свойство пива, что вот они не такие алкоголики, как вот водка и алкоголики бывают, да? Вот. И потом здесь вообще редко можно услышать. Один раз я только услышала тогда у Питера мы, помнишь, были в Лондоне. Там мужчина один в компании сидел и говорил, ой, я алкоголик, я вот столько пива пью. Я там вот, а нет, я бросил, он тогда говорил, да? Я, говорит, перестал пить пиво, очень много пива пил. И вот он считал себя алкоголиком. Ну, вот алкоголики, по нашим наблюдениям, по нашим вот знакомым, мы таких алкоголиков, синяков таких вот, чтобы они потеряли там и работу, и репутацию, и все такое, и любовь, и деньги, мы таких вот не знаем, честно говоря. Нет, они пьют себе и пьют. В пабы ходят, чтобы общаться, ха-ха, пиво. Скажи, сколько пива на репутацию вообще? Ну, 7-8 пинт, это 4 литра за вечер. Каждый день? Ну, практически 5, 5 это каждый день практически. 5-6 каждый день, за редким исключением. Если он в папке не идет, то он дома выпивает. 5-6 банок. Банка пол-литра, пинт пол-литра, грубо говоря. Так, а вот приходил он на работу, когда работал, чтобы он был такой замызганный весь, затеркий? Нет, так его спрашиваешь, как ты, ну, как дела, что там? А он говорит, дерьмово, говорит, вот вчера перепил. Вот если бы он не сказал, то можно сказать, что и не увидишь, что он пил. А вот у вас на работе там, помнишь, ты говорил, что мужчина много пил, пиво чуть-чуть, ты рассказал. Ну, был один такой у нас мастер на стройке, он действительно пил, он в день выпивал по 30 пинт пива. 15 литров. 15 литров, да. Он начинал с утра, и он всегда был под шофе. Но, тем не менее, он так адекватно себя вел, адекватно разговаривал, всегда внимательный, ответственный. Ну, пил и на работе он выпившим был, но он, скажем так, хороший мастер был. И поэтому, ну, никто из менеджеров претензий не предъявлял к нему из-за того, что он пьяный и на работе. А он пьяный был? Ну, он не пьяный был, он был выпивший, выпивший, да, всегда. Потому что, как ни крути, он начинал где-то часов с 10, в 10 часов брейк, он шел в паб, и пока брейк, там, полчаса, он успевал 3 пинты выпить. Вот, это самое. Потом в обед, там тоже, вот, сам обед, час он, в течение часа мог еще 5, 6, 7 выпить. Потом в 3 часа шел, опять добавлял, ну, а вечером уже остальное все расслаблялся, отца. Ну, как мне говорили, что он практически каждый день у него так, отца. Но он говорил, да, я не могу жить без этого, мне вот надо, надо выпить пиво. Все, да, я алкоголик, я отца, но он адекватно себя, короче говоря, все время вел. Себя считал как алкоголик? Да, он считал себя алкоголиком, но не ущерб работе и не ущерб всем остальным. А семья у него была? Вот это я не могу сказать, то есть, не настолько я близко его знал, чтобы там про семью узнавать, тем более тогда. Ну, я знаю. Вот, он работал мастером на стройке у нас. Ну, в общем, те люди, которые меня... Прорабам, вот, прорабам. Вот, у нас тоже прорабы все достаточно пьющие на стройке. Но не до такой степени, как, скажем так. В общем, пьют тут пиво. Бьют пиво, да. Если водку пьют, то ее обязательно разбавляют до концентрации процентного алкоголя к пиву. То есть, они... Лед туда. Лед, да. Сок, да. Кока-колу, там, лимонад. Все какая-то остальная. Разбавляет этим. Да. То есть, они до пяти процентов ее разбавляют и пьют, сидят. Целый вечер. Да. Не едят причем. Да, есть они максимум, что это... Ну, если с работы, там бывает, что некоторые после двух часов употребления пива могут заказать себе сэндвич. Ну, это если совсем голодная. Голодный бургер, там, что-нибудь, чипсы. Вот. Но это мало кто, который чувствует себя голодными, короче. А в основной массе, в лучшем случае, это чипсы или, как это он, крипсы они называют. Ну, закуски, в общем. Вот, и орешки. Это не еда, это знаки, это закуски. Хрустяшки. Хрустяшки, да, такие. Или орешки. Или орешки. Это редко, очень редко. В основном просто так сидят. И вот они вечер отпили, отсидели, и потом, ближе к ночи, они начинают атаковать тейк-эвэй кафе здесь. Да, вот. То есть, они идут есть. После, да, после того, как они вот, на пиво, от закрытия паба, все, вот после этого они только идут, тейк-эвэй, эта еда на вынос, и там они уже отъедаются, покупают китайскую еду, кебабы, fish and chips, это рыба с жареной картошкой, тут традиционное блюдо. И вот в пятницу, субботу, воскресенье эти все тейк-эвэи... Загружены работой. Да, они работают чуть ли не до 4 утра. Потому что знают, что все вышли там из пятийных заведений, из клубов ночных, и все сразу идут есть. Закусывать. Да, закусывать, да, то, что они там напились. Слушай, здесь еще трафик. А там ремонт дороги, это одно в одну сторону, светофор работает. Ну, в общем, люди, которые смотрят меня из Англии, можете дополнить мой рассказ в комментариях, кто знает других алкоголиков здесь, или кто пьет. Может быть, мы не знаем таких людей, которые спиваются до потери пульса, до потери работы, семьи и так далее. Но вот мы таких не знаем. Не встречали. Ну, на улице здесь не валяются пьяные. Да, в выходные, когда с ночных клубов выходят, да, там есть люди напивающиеся. Ну, это по ночам их, днем они не увидят. Да, они по ночам в основном выходят из ночных клубов. Пьяные там, и полиция их собирает, вот, и по домам развозят, бывает, и медицинскую помощь оказывают, если они там помирают, да. Что, помирают? Ну, бывает, что, да, и захлебываются там, и это самое. Такая-то не от пива, это и там, и, наверное, и курят. Да, все вместе, и курят, и наркотики, и все остальное, да. Мы-то про алкоголиков сейчас разговариваем. Да, да, вот, про это, то есть, а на улице валяются только, кто, бездомные, они бомжи сидят. Бомжи, да, валяются, сидят, не пьяные валяются, не то, что пьяные там валяются, или ходят, шатаются, или дышать от кого-то нечем, там. Да, вот перегара, перегара, тут не услышишь, да, это, да. Да, перегара тут не услышишь, никого, даже в автобусах, утром там нету такого. Приехали мы в магазин вина. Здесь есть такие магазины специальные, вот у нас тема на канале, мне задали вопрос. Гоните ли вы самогон? Нет, самогон мы не гоним, мы его не любим. Вот, но муж у меня очень любит делать вино, и делает вино очень хорошее. И вот мы приехали поснимать магазин, и здесь, ну вот такие вот магазины, вот он. Сейчас мы туда пойдем, я думаю, нам разрешат поснимать тоже, наверное. Ну, не важно, поснимаем. Вот, магазины, где продают все для того, чтобы делать и вино, и самогон, и пиво, и все-все-все. И вот мы сейчас заходили на веб-сайт, и читали, что, чтобы делать самогон, нужно брать лицензию и покупать обязательно. Это и легал, делать без лицензии. Вот, но вино не требует лицензии, домашнее вино. Когда делаешь для себя, на продажу, да? Ну, там ничего не важно. Или не важно, как ты его делаешь. В общем, мы делаем, мы выращиваем сами смородину, свою ягоду, и из нее делаем вино. И у нас будет такой интересный опыт. Покажем в конце, как мы делаем, проверяем вино, какое оно хорошее или нет. Магазинское и наше. Это будет в конце ролика. Пошли смотреть магазин. Так, вот такая гитрина у них. Красивая. Я вообще на месте стою. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Специально виски Которую вы хотите Джок Дэниел Пожалуйста получите Вы хотите зеленого оленя Получите зеленого оленя Белую лошадь Вплоть до коньяков Всяких у него 5-6 видов Коньячных продуктов Добавок И ром Ром И еще куча всяких других Таких крепких спиртных напитков Добавок которые После выгонки Получаются Мне очень заинтересовали Эти вкусовые добавки Надо будет попробовать Я что самогон сделал Добавку добавил Получается виски Ты же это не пьешь Нет Коньяк можно сделать У меня другая идея Но я когда попробую Я потом вам расскажу Получилось у меня что-то Или нет Вино 2018 года Домашнее Вот разлили Столько получилось И еще есть Да? Вот такой бутылок Бутылок уже не хватило Бутылок не хватило Сегодня мы проверим Вино на качество Это у нас покупное вино Это у нас домашняя Черная смородина Вот сейчас мы откроем Кабернет Савиньон Говорят австралийское вино Хорошее Сейчас мы и проверим Хорошее оно или нет Берем Такой Тазик Емкость Холодной водой Наливаем сюда Красного вина Как бы Хватит Хватит куда-то Целут Вот так вот Ставим сюда его И посмотрим Что у нас И нужно опустить Это воду Нужно опустить Это воду Вместе со стаканчиком Акуратно Как с головой Что происходит Сейчас посмотрим Что останется В рюмке Но мы теперь берем Поднимаем ее И смотрим Что у нас получилось Почти чистое Прозрачно Почти чистое Если вино Постоять одну минуту Оно будет прозрачно Вот мы видим Вода там Стала прозрачная То есть Это называется Вино Порошковое Вот мы выливаем Берем стаканчик Снова И наливаем Наше Которое мы знаем Вино Этого года Да Этого года Вино С черной смородиной И мы его тоже Так же Опускаем Аккуратненько Вот она И смотрите Какая разница У нас пошла Вот По цвету Вы видите Как она Цвет ушел Или шел Не так активно Не так активно Она Уходит Уходит Цвет Ну здесь Мы вам Засечем Вот Время у нас Пошло Вот Пять секунд Десять То сразу Выходить Да То сразу Он покраснело Это вот Сколько Пока я вам Говорю Показываю Все Оно как было Так и стоит Ну Какое можно Отсюда Сделать Вывод Что Вино Которое Мы Покупаем В магазине Если оно Дешевле 15 фунтов Оно Все Из Концентрат Какой-то Там Вот То есть Его привозят Допустим Калифорнийское Вино Его не везут В бочках Сюда А везут Порошок Концентрат И здесь Его уже Разбавляют Водой Заливают Прошла у нас Мы Поднимаем Этот же Стаканчик И Показываем Вам Что получилось Вот У нас Видите Немножко Наполовину У нас Это самое Вот Но не все Да Вытекло А вообще Мы в прошлый раз Делали У нас вообще Не осветлилось Вот Мы сейчас Мы сейчас Возьмем Старое вино Это у нас Этого года Еще вино Сейчас Мы возьмем Старое вино Посмотрим Вот И посмотрим Что будет Так Вино Двенадцатого Года Тоже Наше Самый Я делал Так что Попробуем Его Из него Выйдет Так Так Это другое Дело Это уже Выдержанное вино Это ему Сегодня Девятнадцатый год Цвет Другой Да Ну Выдержанное Более Густой Вино У Наташи К тебе Претензия Почему Я говорю А что это мы Не выдержанное вино Ну так Или Зажали Зажали Винтич Вам понравилось Вам понравилось То Очень вкусно Ну все Сейчас допьем Сейчас допьем Вкусно Не Вкусно Интересно Ну в общем-то Это Наверное Смотрите Минута прошла Нет Еще Подождем Сейчас Еще 15 секунд Я вижу Что Да Вот Это будет Совсем Другое Это Качество Поводенится Качество Да Это Самое Да Еще Не Не Созревшее Это Так Это Как Прошлого Года Вино Оно Должно Хотя бы Год Постоять Но Очень вкусно Но Уже Вкусно Да Так Ну вот Вроде Все Берем Поднимаем И Смотрим Ну вот Как должно Выглядеть Вино Настоящее Когда Оно Настойное Это Самое Настойное Не Порошковое Ничего Вот так Вот оно Должно Выглядеть Оно Не Растворяется Совершенно Получается Оно Как бы Не то Что Оно Некачественное Оно Вот Как сок В коробках Ну сок Оно Кристош Концентрация Там Добавлен Просто Краситель Где Вот В этом Винный Вот Краситель И всплыл Сразу А вино Где Совсем А вино Там Это Винный Спирт Разбавлен До 13 Градусов И Все Вот Еще И Краситель И Вкусовые Добавки Вот Так Вино Продают Хотя Написано Австралия Каберне Савиньон Вроде Вкусное Все Вопросов Нет Но Бутылка Стоимостью 6 футов Это Порошковое Дешевое Дешевое Вино Дешевое 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 Дешевое